Так, сегодня мы продолжаем разговор о молитве и еще поговорим о такой особенном виде молитвы, которая обычно в наше время часто пренебрегается, но которым пользовались во времена Ишуа, пользовались пророки, которая называется медитация. Медитация. Правда, когда мы говорим слово медитация, это у нас как-то связано с каким-то оккультной практикой, правда? Но в действительности слово медитация означает размышление. Размышление. И где мы можем встретить слово медитация, эти размышления, да. Вот, если мы будем читать псалом первый, буквально первый псалом, видите, псалмы, это тоже литургия, молитвы, да. Блажен муж, который не стоит, не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его, что он размышляет. Размышляет день и ночь. То есть, да, для того, чтобы войти в контакт с Богом, да, нужно у нас размышление. Размышление, медитация. Вы знаете, то, что оккультисты и другие нехорошие люди, они пользуются Божьими методами для небожьих целей, правда? Вот, медитация, пост, это позволяет войти в духовное присутствие, войти человеку в духовный мир. И эти вещи прекрасно, видите, работают у сатанистов. Почему? Они не могут работать у Божьих людей, правда? Вот, то есть, если мы некоторые вещи слушаем, и мы можем видеть, что в Библии мы встречаем, да, именно такое подобное. Когда медитирует какой-нибудь оккультный лидер, и что здесь хочет проникнуть? В духовный мир он сосредоточивается на каком-либо предмете. Вот, обычно там или нарисована какая-то фигурка, да, в буддизме, или пламя свечи, какой-то яркий предмет. Вы знаете, что любым ярким предметом, особенно с ярким миганием, можно легко загипнотизировать человека, да? Да. Но это не только внимание, но дело в том, что, как бы, воля человека после этого, да, уходит на второй план. Ну, такое свойство, такого свойства человеческого моза, когда возникает, как называется, доминирующий очаг возбуждения, да? Вот у вас нога болела, да? А когда вам дадут по голове молотком, у вас нога перестанет болеть. Почему? Потому что у вас возникает доминанта, да? Доминанта, да? Есть что-то доминирующее. Вот. И вот эта доминанта возникает в человеке, в мозге медитирующего человека, да? И хорошо, если эта доминанта... И маленький мальчик, маленький мальчик, вот заметьте, тут все вот атрибуты есть. Сидел и смотрел на пламя свечи. Было тихо, темно, пламя свечи, да? И он послышал, услышал, как его позвали, да? Как Шмулик, Шмулик. Он побежал сначала, не понял, кто его звал. Шмулика, Цемлила, да? Вот. А потом ему сказали, что ответь, вот я, да? Вот смотрите. Тишина, ничто постороннее не мешает. Видите, сейчас-то голос Божий мы можем услышать только в тишине. Вот пример Ильи. Когда Илья находился в пещере, потом он захотел увидеть силу и славу Божью. И сначала он увидел, что гром там, шум и так далее, сильный ветер, но там не было Бога, да? Потом началось землетрясение, но там не было Бога. Потом. Тонкий голос тишины, как там у вас, не знаю, да? Да, тихое ветер, да? Тонкий голос тишины, еще есть такой перевод. Значит, очень тихо, да? Очень тихо, как легкий ветерок. И так же вот у Самуила было, да? Смотрите, он не спал, это было ночью. Поэтому есть практика ночных бдений, да? Это было ночью, когда ничто не тревожило, не было никаких посторонних звуков. Он не спал, он размышлял. Я думаю, что о Боге он размышлял, правда? Он смотрел на пламя свечи, да? И он услышал голос Божий. Он не кричал там всю ночь, он не танцевал, правда? Или, Господи, ответь мне, Господи, ответь мне. Бог говорит, так это замолчи минутку, чтобы я мог что-то вставить в твою молитву, правда? Вот это медитация. Вот это медитация. В медитации очень важно, видите, молитва – это не слова, да? Это отношение сердца. Поэтому бывает и молитва без слов. И медитация, она направлена на проекновение в духовный мир для того, чтобы услышать голос Божий. Я вам скажу, что еще буду говорить о посте. Есть еще такие методы психовоздействия на человека, психозомбированием, которые применяют, кстати, ассасины и так далее. Значит, голод, можете записать, да? Три фактора, которые волю человека нейтрализуют. Голод, бессонница и стресс или тяжелое физическое напряжение. Первый фактор – голод, второй фактор – бессонница, третий – стресс и физическое напряжение. Дайте, часто наша воля, она мешает проявлению воли Божьей. Согласны? Поэтому иногда нужно нам волю свою как-то задавить, да? Правда? Ну, говорят, умершление плоти. Я не за умершление плоти. Но если такие методы работают у сатанистов, такие методы тем более должны работать у Божьих людей. Правда? Голод, бессонница, голод, бессонница и стресс или тяжелые физические упражнения. Я вам как-нибудь покажу интересный фильм про испанских евреев. Почему-то их там, одних евреев под арабов замаскировали, других по цыганам. Там цыган Касара, например, и цыган Давид, вы сами понимаете. Что-то за цыгане были. И как там ассасины вот эти использовали для своих целей. Ну, понимаете, между прочим, иммунитет снижается, если человек долгое время не досыпает хотя бы один час в день, иммунитет снижается вдвое. Чтобы вы поняли, что это очень серьезные методы. Очень серьезные. И поэтому нужно уметь ими пользоваться. Знаете, да, что ребенку ножик он может и порезаться, да? Но Ишуа говорит, что это очень сильные действующие вещи. Помните, есть момент, когда ученики Ишуа, такие были крутые парни, и не могли и знать беса. И Ишуа говорит, что вот такого сильного беса можно и знать с помощью чего? Поста и молитвы, да? Поста и молитвы. И видите, когда пост и молитва такая, которая связана именно с медитацией, да? С медитацией. То есть, вы говорили, размышлением, да, углубленное внимание. Когда все остальное перестает существовать, и все внимание человека, и вся воля человека созредоточивается на чем-то одном. Такими методами пользовались пророки, такими методами пользовались, как мы видим, апостолы. Что делал Петр, когда я уже говорил, помните, на крыше, да? Он что, медитировал, да? Он был, русское слово «иступление», непонятно, что за слово «иступление». Разозлился он, что ли, так, что ему обет не давали, что впал в «иступление», можно так понять. Но, опять-таки, изменяется со временем смысл слов, правда? Перевели Библию больше ста лет назад, и вот возникли такие проблемы с переводом. В действительности, он впал в «транс», да? Он впал в «транс». Слышали такое слово «транс»? То есть, вот эти медиумы, которые занимаются медитацией, они впадают в «транс». И еще раз говорю, это может быть не Божий, это может быть Божий. Потому что Божьи и небожьи вещи, они очень похожи друг к другу. Ну, типичный пример медитации. Мы видим у какого порока? Хавакука. Слышали такое? Да. Это по-русски «авакум», а по-еврейски «хавакук». Хавакук. Вы знаете, что мы в еврейском институте находимся, да? Поэтому нам нужно обязательно еврейские знать имена. Греческие, они искажены. Искажены просто потому, что греческий язык не приспособлен для передачи звуков. Да, вот если я сейчас начну говорить по-казахски, у меня тоже получится очень много искажений, да? Там намного больше звуков. Итак, значит, метод, записываю, медитация. Медитация – это молитвенное размышление над словом. Да, метод молитвенного размышления, рассуждения над словом. Методом медитации широко пользуются питающиеся от лжедуховного источника, и это у них действует. Тем более, это должны использовать Божьи слуги. Наш источник – это кто? Бог и Его Слово. Пророк Аввакум, или Хаввакук, дает, например, Божьей медитации. Отметьте, пять этапов Божьей медитации по Хаввакуку, или Аввакуму. Вторая глава, первый-второй стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь, и сказал, запиши видение, начертая ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочесть». Видите? «На стражу мою стал я». Аввакук, вторая глава, первый-второй стих. «На стражу мою стал я». Значит, что нужно? Прежде всего, подготовка сердца. Это успокоиться в присутствии Господа, отбросить все, что мешает слышать Его голос. И мы знаем, что это процесс. И это процесс может быть длительным. Сейчас нашел я это место. Не хватает мне. Осталось все положить. Нашел я это место, которое обещал вам сказать. Сказать насчет молитвы. Так. Вот оно. Это Вавилонский Талмуд, Брахот 30-Б. Набожные люди обычно проводят в час размышления. Час размышления. Что мы говорим? Размышления? Это медитация, да? Проводят в час размышлений и лишь потом молятся, чтобы направить свое сердце к Отцу Небесному. Видите? Час в размышлениях, а потом молятся. Может, твоя молитва будет продолжаться 10 минут, а подготовка сердца будет целый час. Итак, первое. На стражу мою стал я. Это подготовка сердца. Успокоиться, все отбросить, что мешает слышать его голос. И, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, увидеть. Видите, башня, как будет? Мигдаль. Мигдаль от слова «гадоль» высокий, да? На высокой башне он стал. И ничто ему не мешало. Он не стоял где-то в толпе. Он не сидел в маршрутке. Он не медитировал возле телевизора. Некоторые так очень хорошо спят и медитируют, да? Вот, высокая башня, где ничто не мешало. Только Господь и Он. Итак, стоя на башне, наблюдал. Что значит наблюдал? Это говорит об углубленном внимании, то есть медитации. Углубленное внимание, медитация. Стоя на башне, наблюдал, чтобы что? Узнать или увидеть. Узнать или увидеть. То есть, Он искал ответа на свой вопрос. Он сначала задал Богу свой вопрос, да? Потом начал размышлять. И Бог ему ответил. Значит, первый этап – подготовка сердца. Второй этап – углубленное внимание или медитация. Третий этап – это что скажет Он во мне. Вот когда мы находимся в таком состоянии, и это состояние, оно чем-то похоже на гипнотическое состояние. Называется просоночное состояние. Может быть, слышали? Вот. То есть, состояние, когда ограничена. Ограничена воля человека, ограничено поступление со всех органов чувств, да? И тогда человек может что-то слышать из духовного мира. Были у вас такие случаи, когда вы спите, и вы просыпаетесь, и вот вам какой-то сон снится, а вам хочется продлить этот сон, и вы даже можете управлять своим сном, и как бы видеть его, да, и быстро управлять. Вот это такое просоночное состояние. Просто навыком можно добиться этого. Я вам скажу, я не специалист этого, потому что мне обычно не хватает терпения. Я сначала, конечно, сижу, расмышляю, Слово Божие, потом мне начинается просто становится скучно. И я, значит, уже там стою, начинаю что-то перебирать, какие-то бумаги, уже все. Вот, надо просто научиться этому. Научиться. Да, третий этап, что скажет он мне? То есть, научиться слышать голос Божий, да? Дальше. Четвертое. Отвечал мне Господь и сказал, запиши видение. Вот у вас всегда, когда вы ложитесь, должен быть на столе листок бумаги. У меня так тоже бывает. Я часто ночью встаю, и если я что-то не запишу, я к утру забуду, да? Вот это вот такое. Иногда песня появится, иногда молитва, иногда какое-то слово. У меня это часто, я говорю, мыслеформа. То есть, я не слышу именно голос. Ну, голос определить, там, мужской, женский и так далее, да? Но я слышу в мозгу своем. Я когда так думаю, у меня просто мысли ходят, да? А это как четкая фраза. То-то-то-то-то надо сделать. Вот это я называю мыслеформой. У других это может быть по-другому. Может быть, это видение зрительное, да? Может быть, слуховые. Это зависит от каждого человека, от его опыта личного. И если вы получили это, то что надо? Это сразу записать, да? Значит, четвертый этап. И запиши, запиши. То есть, надо записать мысли. И четвертое, чтобы, пятое, чтобы читающий мог прочитать. То есть, мы должны такой дневник вести, но если Бог дает нам какие-то вещи, которые мы можем поделиться с другим человеком, да? То мы это тоже должны сделать. То есть, пятое, это донести Божье послание тому, кому оно предназначено. То есть, каждое письмо имеет свой адресат. Есть письмо личное, а есть, например, послание ко всей общине, да? Или к какой-то группе людей. И поэтому вот такой пример Божьей медитации. Еще мы можем говорить о посте, да? Пост. Пост на иврите. Итак, первый этап – это что у нас? Подготовка сердца. Второй этап – размышление, да? Да. Третий этап – это что? Получение Божьего откровения, да? Что скажет он мне? У нас появляются мысли, у нас появляется видение или то, что хочет нам сказать Господь. Четвертый этап – это что? Записать, так? И пятый этап – донести до адресата. Так, чтобы тот, кому это предназначено, мог прочесть. Я еще раз говорю, что не всегда, не всегда предназначено, допустим, всем подряд. Это может быть откровение ваше личное, правда? Ваше личное. Первая подготовка сердца. Это наиболее длительная часть из всего, что мы можем видеть, значит. Теперь мы поговорим немножко о посте. В иврите, в основном для слова «пост» используется два слова. Цом и таанит. Цом и таанит через айн. Таанит. Цом означает ограничение. Там есть несколько других еще значений этого слова. Ну, вот смотрите, Бог, вы знаете, если можно так выразиться, постился, когда творил мир. Есть такое выражение «цым-цум». Слышали, может быть? Да. Но это не китайское, это еврейское. Может, китайцы взяли тоже что-то в еврею. Когда Бог творил мир, да? Он как бы отграничивал от себя определенные вещи, да? Да. И самоограничивал сам себя. Вот это корень «цом», да? «Цом» – это означает ограничение. Ограничение. А таанит означает смирение. Вот «ани» через «алиф» – это будет «я». «Ани» через «айн» – это будет «смиренный». Да. Таанит. 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 Значит, «цом» означает ограничение, да? Таанит – смирение. То есть, ограничение – это в чем может быть? Ограничение в пище, да? Или бывает в каких-то видах пищи, как практиковал Даниил. Но, в принципе, еврейский пост – это полное воздержание от пищи. Традиционный еврейский пост. Можно ограничивать себя в чем-либо другом, да? Некоторые, допустим, когда пост, что ограничиваются сексуальные определенные вещи, да? Но вы должны знать, что, в принципе, секс – сам по себе вещь очень хорошая. Очень хорошая и благословенная Господом. В отличие от того, что думают некоторые традиционные христиане. Если он, что? В правильном месте и в правильное время, да? Согласны? Мы будем говорить о сексе. Даст Бог, если доживем в следующий цикл, когда я буду говорить о семье. Там будут очень много интересных вещей, может быть. Для вас некоторые спорные будут. Так что будем спорить, рассуждать, размышлять. Ну, и ограничение, значит, может быть, в сексуальной жизни. Видите, был еще такой разновидность поста, как Назарейство, да? Ну, сейчас он не практикуется евреями, потому что он был связан с храмом. После такого поста, да? Нужно было определенную совершить жертву, которую только можно было сделать в храме. И мы видим, что апостолы тоже пользовались таким, да? В чем создаяло Назарейство? Не пить вина и вообще ничего, относящегося к винограду. Даже не брать виноградный рост в рот. Они отращивали волосы, да, вы помните. Есть, между прочим, некоторые секты в Индии, которые не стригутся, как Назарей. И у них, у мужчин, вот такие вот, в общем, по 4-6 килограммов волосы. И под тюрбан они их так вот завязывают. Может, это тоже какие-то потомки евреев. Но, в принципе, только исключительно вот Назарейство, допустим, Самсона было, да? Оно связано, как бы, пожизненным Назарейством. Но в действительности это только на определенное время. И пост тоже на определенное время. Ни в коем случае пост не должен приносить вреда человека. А то есть такие люди неразумные, которые могут запаститься до смерти. Вы понимаете. Либо ограничение в каком-либо виде пищи. Говорят, что после Назарейства нужно было принести такую же жертву, как за грех. То есть, с одной стороны, человек стремился приобрести большую святость, приближая к Господу, да? С другой стороны, он совершал грех. Поэтому он приносил жертву, как за грех. Всякое самоограничение – это тоже грех. Если люди себе устраивают какие-то особые диеты, вы знаете, что это грех. Потому что написано, что питайтесь всем тем, да? Что Бог дал. Только кашарным. Только кашарным. Чтобы вы понимали, что сейчас к таким вещам, вот кашруту и так далее, иудаизм более строгие требования, чем во времена Ишуа применяет. Почему? Потому что фарисейский иудаизм считал так, что мы должны, весь народ, иметь такую святость, как священники. И многие вопросы кашрута, они касались о кого? Священников, да? Священников. А обычный израильтянин, он не всегда их соблюдал. И чаще всего не соблюдал, да? Кровь – это строго запрет крови. А запрет того, чтобы что-то покушать, ну, по-всякому бывало. Но после того, как фарисейский иудаизм единственный остался верным, как они считали, да? Он остался единственным. Значит, получается, мы многие думаем, что если мы делаем такие фарисейские заморочки, вот я, в частности, совершенно не согласен с вот этим разделением молочного и мясного. Оно, в принципе, полезно для здоровья. Но духовного смысла тут никакого нету, да? Просто не ешь козленка с молоком его матери. Поскольку у нас козленок идет с мясокомбината, а молоко с молочного комбината, то, скорее всего, мы это не сделаем, да? Вы сами понимаете. И делать два холодильника, и все остальное – это не нужно. Вы сами понимаете. Нельзя ограничивать сверх того, что требует Господь. Поэтому будьте разумны в этом, правда? Я не призываю вас есть сало, но я так честно говорю. Если там немножечко сало в колбасе есть, это меня не сильно смущает. Может, кто-то скажет. Я же учитель, да? И говорит. Ну, хорошо. Знаете, какая нечистота, если вы кусочек сала съедите? Что вам нужно? Мейку принимать или что? Ничего не нужно. Вы просто нечисты будете в том смысле, что вы до вечера не сможете пойти в храм, которого нет. Вот и все. Чтобы вы не сильно этим делом смущались. Понимаете? Вот. Так, видите, цом означает ограничение, да? А таонит означает смирение. То есть, первая часть – это относится к физическому, да? А вторая часть – это к чему? В духовном и душевном состоянии. И еврейский пост, по крайней мере, сейчас – это полное воздержание от пищи. Ну, сутки обычно пост бывает. Редко, когда больше. Индивидуально человек может взять и больше, и трое суток пост. Некоторые брали больший пост. У меня однажды, правда, я был неверующий. Я очень хотел жениться на моей жене. Вот. Я был молодой и красивый, но толстый. Вот. Сейчас я вешаю чуть больше 100 килограмм. Так, где-то примерно 105. Но так до 110 дотягиваю, иногда меньше. Уменьшаю, в зависимости от того, как моя жена за меня берется. Тогда при росте метр семьдесят я весил 93 килограмма. И я вот узнал, что моя теща страшно не любит толстых людей. Что делать? Перед тем, как войти к теще и делать официальное предложение, я решил месяц не кушать. И да, я тогда был как раз на практике. Там, наверное, все, не квалификация. Вот здесь психоневрологический диспансер. Кто знает, на Свердлово, да? Да. Психоневрологический диспансер я был. И, ну, в общем, жил там на квартире у одного человека. Ну, решил посетиться. Пил только чай месяц. Месяц я абсолютно ничего не ел. Только пил чай, если мне хотелось сильно. Голова кружилась в сладкий чай. Мой вес был 93 килограмма. А потом я стал весить 79 килограмм. То есть сколько я потерял? 14 килограммов, да? И перекрасился. И перекрасился, да. Вот такой свет, как у Вити. Потому что тоже узнал, что мои тещи не любят светлого лоска. А потом пошел делать официальное. Одел костюм у меня. Единственный костюм был. В жизни моей, как он сносился больше, я уже костюмы не одевал. Одел костюм и пошел делать предложение. Вот такой подвиг. Но я уже больше не могу такой подвиг совершить. Но я вам скажу, если есть какая-то цель, да? Если есть какая-то цель, то человек всего может. Всего может достигнуть. Но потом начал уже толстеть. Когда женился, начал толстеть. Хорошо. И мы должны понимать, что такое смирение, да? Истинное смирение, это не является комплексом неполноценности. Вот. Это не от того, что смиренный человек, значит, он такой, что об него можно ноги вытирать. Тут у нас, видите, так. Вежливый человек. Ему сразу ВББ, ВББ, ВББ. А если ты гаркнешь, да? То все хорошо. Они думают, что ты лох, что ты какой-то такой, можно от тебя ноги вытирать. Я вежливый только по той причине, что я очень злой и злопамятный. И поэтому, поэтому я стараюсь быть вежливым. По принципу, не делая другим то, что тебе не хочется. Но другие этого не понимают. Поэтому все равно делают то, что им хочется, чтобы другим не делали. Да? Понятно. Итак, значит, смирение. И помните, Маше был смиренным человеком, да? Но это не мешало ему держать в ежевых руковицах есть Израиль. Чтобы вы понимали, да? Да, смирение возникает не от комплекса неполноценности, но происходит, когда мы видим величие Господа, да? Можете записать, что настоящее смирение – это когда мы видим величие Господа. И основанием, что является для поста – это правильное понимание, что такое страх Божий. Вот пост тренирует страх Божий. Согласны? Вот. Существует концепция, что страх Божий – это просто почитание и уважение Бога. Это само собой разумеется. Но надо понять, что страх – это почтение и уважение в высшей степени. Когда мы находим истинную мудрость, мы находим страх Господень. Когда мы теряем страх Божий, то теряем и мудрость. Истинная благодать страха Божьего – редкость. Немногие хотят заплатить цену, чтобы отыскать его. Помните, какую цену заплатил Авраам? Говорят, что его жена даже умерла, не дождавшись сына. Говорят, что он вообще ушел от него. То есть, вообще, сына, которого обещал Бог, которого он сдал, можно сказать, 60 лет своей жизни, до 100-летнего возраста. Потом только он насладился 30 лет, это прошло. Или около того. И Бог его хочет забрать себе. Вот это страх Божий, да? Когда ты отдаешь Богу самое дорогое, что у тебя есть. От понимания величия Господа, да? И правильное понимание, что такое страх Божий, да? Страх Божий. То есть, страх Божий – это такой, именно благодать страха Божьего мы редко испытываем. Ну, Иов тоже заплатил цену страха Божьего, да? Иаков, когда лежал на жертвеннике, у него тоже был, наверное, страх большой, правда? Вот. Ну, Псалом 32, 18. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Почему око Господне над боящимися Его? Помните? Страх Божий – это не просто страх, а есть специальное слово. И-ра-шамаем. Ра – означает смотреть, видеть, да? Значит, И-ра-шамаем. Шамаем – это синоним Господь, небо. Страх перед небесами или страх Господний. И-ра-шамаем. Страх Божий. И око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 33, 8, 10. Ангел Господень. Кто такой ангел Господень? И-шо. Вам уже говорили просто, да? И-шо ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Что значит блаженный? Счастливый, да? Бойтесь Бога, все святые Его. Ибо нет скудости у боящихся Его. Хочешь иметь богатство? Бойся Бога, да? Нет скудости у боящихся Его. Псалом 59, 6, 7. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины. И вы помните, когда вы говорили пророка Исаия, поднимите знамя для народа. Какое знамя было на Израиле? У каждого колена были свои знамя, да? Но было еще одно особое знамя, да? И оно было в виде креста, да? И на этом кресте находился змей. И это было Божье знамя. Воруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины. Чтобы избавились возлюбленные Твои, спаси десницы Твои и услышь меня. Псалом 60, 4, 6. Ибо Ты прибежище Мое, Ты крепкая защита от врага. Доживу я в вечно в жилище Твоем и покоюсь под кром крыл Твоих. То есть под Твоим талитом, да? Под покроем Твоих рук Твоего талита. Ибо Ты, Божий, услышал обеты Мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. И есть еще много. Можем записать давайте. О, страхи Божьи. Псалом 84, 10. Псалом 102, 11-3. Да, 11-13. Соединяюсь. 144, 19. Желание боящийся Его Он исполняет. Вопли их слышит и спасает их. 146, 11. Притча 10, 27. Страх Господень, что делает? Прибавляет дни. Летажи нечестивых сокрастятся. Страх Господень прибавляет дни. Значит, притча 10, 27. Притча 14, 26, 27. В страхе перед Господом надежда твердая. И сынам своим Он прибежище. Страх Господень источник жизни, удаляющийся от сетей смерти. Удаляющийся от сетей смерти. И так далее. Притча 15, 16. Притча 19, 23. Притча 22, 4. Очень интересно. Даются определенные этапы. Люди хотят что у нас? Богатство хотят? Славы хотят люди? А здесь, видите, за смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. Итак, видите, первый этап – это что? Смирение. Не смиряясь и без поста и смирения мы не можем этого приобрести. Значит, первый этап – смирение. Затем страх Господень, а уже потом то, чего мы хотим. Если мы хотим просто получить богатство без страха Божьего, вы знаете, оно нам впрок не пойдет. И слава Богу, что Бог нам не дает его. Сколько многие из нас… Что с нами бы случилось? Вот так просто посидите и поразмещайте. Если у вас было все, что хочешь. И сколько хочешь. Понимаете? Подумали? Вот. А если у вас есть страх Божий, то тогда вам это не страшно. Да? Это уже второстепенно. Богатство, слава и жизнь. Причь, прежде всего искать надо Божьего. Хорошо. Это я. Тоже мне нравятся Малахи. Четвертая глава, второй, третий стих. Вот. Поэтому толстый человек в царстве Божьем вдвоем полезен. Ибо сказано. Кстати, последние исследования показали, что толстяки живут дольше. Но имеется в виду не такие толстяки, которые уже совсем ожиревшие. А сейчас очень большая мода пошла на похудание. Знаете? Сверхмелый. Вот так вот. Такие люди, как я, живут дольше. А почему? А потому что по Писанию. Малахи, четвертая глава, второй стих. А для вас, благовыящие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Шамих, здаха, омарпи, бихнафейха. Знаете это место? Адан, ака, вот. Мелеха, млахим. Такое молитву. Хорошо, выучим. Так, в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы. Какие? Упитанные. Ну, все хорошо. Все хорошо в меру, да. И будете попирать нечестивых, и они будут прахом, подступая в наш тот день. Да. Видите? И самый такой основной день поста еврейской традиции, мы уже говорили о нем, это Йом-Кипур. Да? Йом-Кипур. Вот как проводится Йом-Кипур. Йом-Кипур. Канун Йом-Кипура. Рано утром есть обычай устроить капород. Мы говорили. Потом мужчины и мальчики посещают Мику. Многие одеваются в белые одежды. Принято давать больше денег для благотворительной цели на дзаку. Накануне Йом-Кипур, примерно за час до захода солнца, устраивает последнюю трафизу. Помните, как она называется? Сауда Максекет. Сауда Максекет. Да, в сака, да? Надо перед тем, как паститься, хорошо покушать. За 18 минут до захода солнца женщина зажигает свечи, произносит Шехехиян. Волоксение на свечи. Шехехияна православление. Отец, а если у него нет, мать благословляет детей. В Йом-Кипур запрещено ношение кожаной обуви, так как напоминает нас о общем нашем грехе убийстве животным. Поэтому, собираясь в синагогу, все облачаются в матерчатую обувь. В этот день соблюдающие митцветы евреи легко узнать, так как праздничная одежда состоит из парадного костюма и комнатных или спортивных тапочек. Поэтому тапочки Адидас, это как раз кошерная обувь для Йом-Кипура. И видите, этот пост начинается за 18 минут до захода солнца и заканчивается на следующий день с появлением на небе звезд. Как мы видим, Александр Васильевич Суворов, может, уже вы забыли, но старшее поколение помнит, рекламы там были, да? Он тоже так соблюдал пост. Дети, больные, беременные, роженицы, а также те, кому врач запрещает поститься, не постятся. Дети после 9 лет постятся часть дня, после 13 лет уже как взрослые. Вот такой пост, да? Молитвы Йом-Кипур, самые длинные в году. То есть пост идет одновременно с молитвами. Еще есть пост 17-го Томуза. Вот, сейчас дойдем и догадали. Пост 17-го Томуза. Это связано с разрушением храма. Потому что 17-го Томуза были пробиты стены Иерусалима в эпоху первого храма вавилоняна и в эпоху второго храма римлянами. Также были такие, ну, как говорят, события. Моисей разбил скрижа Лизавета. Помните, когда он спустился, это было 17-го Томуза. А еще такой апостомос на месте Кантиоха и Епифана сжег Тору. И освернил храм. Помните? В храме были установлены статуи идолов. 9-я Ава. 9-я Ава. Это общий день траура для всех евреев. И было очень много нехороших событий. Очень много нехороших событий. 9-го Ава. Как вы помните, пришли разведчики и начали говорить, что земля, которую Бог посылает, она хорошая, но туда идти не стоит. И Бог поэтому устроил евреям еще 40 лет пешего туристического похода. В этот день были разрушены и первый храм, и второй. И пала крепость Бейтар в 135-м году. После восстания Бахковбы. В этот день, в 1290-м году, евреи были изнаны из Англии. А 9-го Ава 1492-го года из Испании. Фашисты любили производить именно 9-го Ава массовые расстрелы евреев. И еще 9-го Ава была объявлена мобилизация, которая послужила поводом Первой мировой войны. То есть, вот такие разные трагедические события. Но, значит, 9-го Ава запрещено есть и пить с вечера 8-го Ава до наступления ночи на следующий день. Запрещено мыться, применять косметику, надевать кожаную обувь, вступать в супружеские отношения. И даже в этот день не изучают Тору, потому что изучение Торы – это удовольствие, правда? Перед началом поста едят крутое яйцо, посыпанное пеплом. В честь памяти о разрушении храма. До полудня сидят на низеньких скамеечках на полу. Пост Гидалии, Третья Тишрея. Помните, мы говорили, на Рошашана был убит наместник Гидалия. Это повело уже к полному разрушению и храма, и полному разрушению Иерусалима. Это относительно поста. Теперь мы немножко поговорим о литургии.